10 простых секретов здоровой улыбки Что если я сказал бы вам, что существуют полностью натуральные и экономные способы вылечить болезненные дырки в зубах в комфорте собственного дома? От вытяжки кокосом до выбора правильной зубной щетки. Вещи, которыми мы сейчас поделимся, заставят вас улыбаться от уха до уха. Но подождите еще секунду, мы спрятали здесь среди советов три лампочки. Да, наш милый символ на яркой стороне. Найдите их первым и расскажите всем в комментариях, что вы самые внимательные. Номер 1. Смените пищевые привычки Изменение пищевых привычек и переход на здоровый рацион творят чудеса со всем организмом, неважно в чем ваша цель. Но если ваша цель это более здоровая улыбка, то вы будете счастливы узнать, что исследование, опубликованное в британском медицинском журнале, сообщает, что изменение в рационе на самом деле может обратить кариес. Первое, о чем нужно помнить, это то, что вам нужно употреблять много кальция, потому что это главный строительный компонент костей и зубов. Включите в свой рацион много богатых кальцием продуктов, таких как молоко, йогурт, сметана и сыр. Теперь с сыром не ошибетесь, а? Еще хорошо бы перейти на органику и отказаться от ГМО, потому что продукты, выращенные с использованием удобрений, богатых фосфатом, содержат много фитиновой кислоты. Это плохо для здоровья зубов, потому что она блокирует усвоение кальция организмом, а мы уже узнали, как важен кальций для зубов и костей. И, наконец, сейчас это может показаться слегка очевидным, но вам придется отказаться от сладких напитков и вместо этого перейти на неподслащенные. Замените их фруктовыми смузи, несладким чаем или старой доброй обычной водой, которая не только поддержит водный баланс организма, но и увеличит производство слюны. Номер 2. Жуйте жвачку без сахара. Вы чувствуете, будто в душе чего-то не хватает, если у вас с собой нет упаковки жвачки? Да, нам знакомо это чувство. Хорошие новости для клуба любителей жвачки. На самом деле, жевательная резинка может помочь предотвратить кариес, но она должна быть без сахара. Жвачка без сахара содержит натуральный подсластитель под названием ксилитол. Но в отличие от еды, ксилитол не приводит к росту бактерий во рту. К тому же в процессе жевания ваш рот наполняется слюной, которая естественным образом вымывает из зубов любые остатки еды. Это как личный листерин вашего тела. Номер 3. Ухаживайте за своей зубной щеткой. Всегда выбирайте маленькую или среднюю зубную щетку и смотрите, чтобы ее щетинки доставали до щелей коренных зубов, где еда пытается спрятаться от ужасной судьбы быть вычищенной. А еще не используйте модные маленькие крышки для зубных щеток, потому что они не более чем питательная среда для бактерий. А я думал, они должны сохранять мою щетку чистой. Вместо этого просто ополаскивайте щетку водой после каждого использования и оставляйте сушиться на воздухе. Но не кладите ее сушиться на раковине. Этот лакомый кусочек информации изменит вашу жизнь навсегда. Каждый раз, когда вы спускаете воду в туалете, микроскопические фекальные бактерии распыляются по комнате и могут приземлиться прямо на вашу зубную щетку. Да, ужас! Держите зубную щетку в специальном шкафчике в ванной, если там есть место. Если нет, тогда может стоит вложиться в шкафчик побольше? И, наконец, меняйте зубную щетку каждые 3-4 месяца, потому что щетинки со временем теряют свои свойства при использовании и не могут чистить зубы так же, как новая щетка. Номер 4. Следуйте азам ухода за зубами. По данным Международной стоматологической ассоциации, около 42% взрослых используют для гигиены полости рта только зубную щетку. К вашему сведению, только зубной щетки недостаточно. Если вы хотите защитить зубы от раннего разрушения, нужно придерживаться трехшагового ухода и утром, и перед отходом ко сну. Я знаю, вы устали, у вас был тяжелый день, вы почти устроились в кровати поудобнее, но эй, никаких оправданий. Чистите зубы в течение двух минут минимум дважды в день. Пройдитесь по всей внутренней и внешней поверхности зубов, уделяя особенное внимание всем щелям и закуткам между ними. Начните с верхних зубов, затем позаботьтесь о нижних. Не забудьте почистить язык. На нем полно бактерий, которые вызывают неприятный запах изо рта. Однако щетки недостаточно, даже если у вас самая дорогая, высокотехнологичная, инновационная, крутящаяся, вертящаяся, танцующая, поющая, чешущая спину и оплачивающая щита-щетка в мире. Используйте зубную нить, чтобы достать любой оставшийся мусор из щелей между зубами и даже из десен. Вот где любят прятаться бактерии, приводящие к кариесу. В конце прополощите все ополаскивателем для рта. Любой ополаскиватель имеет антибактериальный эффект и помогает вам избавиться от любых оставшихся во рту микроорганизмов. Хотя она хороша для вашего рациона, старая добрая вода здесь не поможет. Эффект продлится дольше, если вместо нее использовать ополаскиватель. Номер 5. Ходите к стоматологу на регулярную чистку. О нет, большое и страшное слово на букву «С». Мы говорим о стоматологе. Да, вы должны ходить к стоматологу на регулярную чистку. Это не самый приятный опыт, но он спасет вас от более неприятных вещей в будущем. Неважно, как хорошо вы чистите зубы щеткой или нитью, всегда останутся участки, которые сложно достать, и вещи, которые могут вычистить только профессиональные инструменты стоматолога. Стоматолог очистит линию возле десен в задней и передней части зубов, чтобы удалить любой налет и тартар. Так как вы справляетесь с лампочками? Помните, что вам нужно найти все три. Продолжайте смотреть. Номер 6. Добавьте в рацион витамины и добавки. Чтобы спровоцировать слюноотделение, помните натуральный ополаскиватель для рта. Нужно употреблять больше продуктов, богатых клетчаткой, таких как фрукты, орехи и овощи. Лучше всего яблоки, бананы, брюссельская капуста и горошек. Еще не забывайте есть цельнозерновые продукты. Они содержат много витамина В и железа. К тому же магний в их составе помогает организму усваивать кальций, таким образом укрепляя зубы. Наконец, если хотите получить из еды больше витамина Д, ешьте больше морепродуктов. Лосось, сельдь, консервированный тунец и сардины – отличный источник этого жизненно важного витамина. Номер 7. Сделайте чесночную пасту. Чеснок известен своими антибактериальными и антибиотическими свойствами. Так почему бы не использовать их для лечения кариеса и дырок в зубах? Если использовать его правильно, он также может облегчить боль при глубокой полости. Вам понадобится 3-4 раздавленных зубчика чеснока и четверть чайной ложки каменной соли. Смешайте ингредиенты в густую пасту и натрите ею больной зуб. Оставьте пасту на 10 минут, затем смойте ополаскивателем для рта. Через несколько недель вы заметите, что дырка в зубе уменьшается, если будете использовать пасту дважды в день. Протирание чесночным маслом также поможет облегчить боль в полости. И даже просто поедание сырого чеснока сотворит чудеса с вашими зубами. Номер 8. Попробуйте вытяжку кокосовым маслом. Можно попробовать кокосовую вытяжку, чтобы естественным образом защитить зубы от кариеса. Масло вытягивает бактерии из зубов и естественным образом их лечит. Это какая-то кокосовая магия. Просто закиньте в рот столовую ложку кокосового масла на 20 минут, пока слюна и масло не станут молочно-белыми. Только не проглотите. Эта масляная вытяжка настолько проста, но эффективна, что ее можно даже включить в ежедневный уход за полостью рта после щетки и зубной нити. Просто помните, что она не лечит кариес, а скорее предупреждает его. Номер 9. Используйте соленую воду. Не волнуйтесь, эта хитрость доступна не только тем счастливым людям, которые живут у моря. Вместо этого вы будете делать свою собственную соленую воду. Ее антибактериальные, антисептические и противовоспалительные свойства облегчат любую боль во рту и вытеснят инфекцию. Просто размешайте половину чайной ложки соли в стакане теплой воды и прополощите ею рот в течение двух минут. Попробуйте особенно тщательно прополоскать пораженный кариесом зуб, чтобы все вычистить. Продолжайте повторять процедуру каждые 3-4 часа и вы увидите положительные изменения через 4-5 дней. Номер 10. Сделайте собственную зубную пасту. Так как вы делаете ее самостоятельно, можете быть уверены, что все компоненты на 100% натуральны и не повредят вашему здоровью. Вам понадобится всего несколько ингредиентов, которые легко найти в магазине. 4 столовые ложки порошка кальция, 1 столовая ложка стевии, 1 столовая ложка морской соли, 2 столовые ложки пищевой соды и четверть чашки кокосового масла. Смешайте все ингредиенты до образования однородной кашицы без комочков и хрустящих частиц. Вот и все. Используйте ее как замену обычной зубной пасте. Но, пожалуйста, помните, не используйте эту зубную пасту больше 30 дней подряд из-за ее абразивной природы и отсутствия фтора. Вы уже следуете каким-либо из советов, описанных выше. Возможно, вы знаете другие секреты, которые помогают предотвратить кариес. Не стесняйтесь делиться ими в комментариях. А как вы справились с лампочками? Вам удалось найти их все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми узнавать о наших крутых обновлениях. Помните, что жизнь лучше на яркой стороне. Присоединяйтесь к Эдми на яркой стороне.